Боже милостив, будь мегрешен. Создав имя Господи, помилуй мя. Бесчастая согрешил Господи, прости меня грешен, помилуй. Достойно есть всякого истины, блажите Те от Богородицу, пресвоблажану, припорочу, Матерь Бога нашего, счастнейшей Херувима, славнейшей Херувиме, славнейшей Херувиме, Серафиме, дозастрение Бога, Слово Родицу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитву ради причастия Твоей, Матери, силы щаснага, животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Спаси и помилуй, яко благо вести и человека любец. Аминь. Боже, милостью будем и грешным, создавая меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславясь и грешим, Господи, прости меня, грешным, и помилуй. За молитвы святых Отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очистим и грешным, яко не коли же благое сотворих пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзуста мои недостойны, восхвали имя Твое Святое Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и пресны, во веки веков. Аминь. Царю Небесное, утешителю души истинной, иже везде ссы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись, а вны, и очистим и от всяких скверных. И спаси блажей души наши, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Цию, Сыну и Святому Духу, ныне и пресны, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Цию, Сыну и Святому Духу, ныне и пресны, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Цию, Сыну и Святому Духу, ныне и пресны, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже истинно небесе. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам гнезь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припаданьте блажь, ангельскую песню пьемте сильной. Свят, свят, святости Божия, Богородицею, помилуй нас. Сна, восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Кому гирает Твоя благость и благотерпение, и пронялся, нырнивый и грешный, и погубил меня с обеззаконием моим. Но человека любствовал, если обычно. И в нечаянии лежащего воздвигал меня, и сива, ежевутрините, славословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои още мысленные, отверзи мои уста, поучайте со словесием Твоим. И разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пятите об исповедании сердечным. И воспевайте всесвятое имя Твоя Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и пресне, и вовеки веков, аминь. Ныне и пресне, и вовеки веков, аминь. Внезапно Судья приидет, и каего же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божией, Богородицею, помилуй нас. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу Цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся и приподнем к самому Господу Иисусу Христу. Поведи и Богу нашему. Относительно молитвы православной церкви всегда старались узнать, молитва угодна Богу или нет. Не просто набор слов. И в молитву включены все словословия, какие были в Ветхом Завете. Вот мы часто повторяем слова святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. У профессора Скабалиновича, дореволюционной, это профессор Киевской Духовной Академии, описывается подробно, когда и какая молитва была введена в богослужение, когда, какой пост, в каком веке, насколько возможно узнать. Это капитальный труд. Идет крестный ход. И вдруг остановка. Мальчик один был взят. Очевидно, что видели, как он был взят. Вознесся кверху, услышал эти слова святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Он им рассказывает. В четыре часа крестный ход стоял на одном месте. Все, когда начинаешь воображать, как это было, ну, не знаешь, как бы реагировал. Очевидно, кто-то спрашивал, с чего мы стоим, почему не идем. Кто-то видел, кто-то не видел. Ну, а дальше это утвердится. Мальчик ответил, больше ничего, может, и не рассказал. Пропели раз, другое добавили. Так это ангельская песня, но мы не ангелы. Но, если Богу угодно эти слова, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, давайте добавим, помилуй нас. И эти слова представили. Я уже говорил об этом. Это знала уже армянская церковь. Добавила распны сезоны. Православие не приняло эти слова. И разделение было такое, что построили отдельный храм. Те не уступают, и эти не уступают. Верующие очень упрямые люди. Упрямые по той причине, что что-то потерять, это значит, потерять, может быть, спасение. Когда греки решили все-таки сделать так, как у них было, провести реформу в России, и сыграли на чувствах, религиозных, высоких чувствах Никона, бывшего патриарха. Сказали, что Аллилуйя читать надо три раза. Не два раза, как было. Аллилуйя, 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 слава тебе Божия. И написано, Никон страшно испугался. Как же так? Все время молились дважды. А теперь сугубо, а теперь трюгубо называется, трижды. Страшно испугался. Из-за чего? Ну, так подумаешь, если греки сказали, как плохо, что люди не исповедуют Христа перед людьми. Кто не исповедует меня, того я не исповедую. Вот про это надо, евангельское. Ни одного слова не сказали. Почему? А у них этого не было. Мы знаем, а обстановка какая была в Греции. Там непрерывно православные смещали предыдущих императоров, убивали. Больше половины императоров было убито кем? Православными. Это не языческая какая-то была страна. Были люди, патриоты, духовные. Хотели, чтобы понимали люди. Переводить надо. Переводили. Патриарх был за. И переводчика, и патриарха убили. Вот патриоты. Ревнители. Ни налево, ни направо. Это явно дело, что люди убили не те, которые налево. Которые юридические сектанты были. И свои за чистоту. Как можно? Да разве можно? Ну как же нельзя? Ты в голове, то у меня все равно перевод-то совершается. У нас собрали религиозные деятели. Тут мусульмане. Пришлось немного сказать. Вышел. А они меня к себе подзывают, мусульмане. Мулай, кто-то имам, кто стоит. Ну думаю, что они будут говорить-то. Я же сказал, все как надо. Как по Корану. А вы как Коран считаете? На каком языке? Я говорю, на русском языке. Называю переводчика. Там Крачковский. Самый хороший, сильный был. Арабист. Даже он, кажется, получил чуть ли не ленинскую премию за эти переводы. Но награжден был. Нет, только на арабском. Но на арабском. Почему? Как у нас церковь на славянске. Да вот. Надо только на арабском. Чтобы не понимали люди-то. Если бы понимали, значит, может, никакого мусульманства и не было бы. Они бы увидели, что нет искупительной жертвы. А если Христос не воскрес, как у них там написано, то мы еще во грехах, то и Христос не воскрес, и мы не воскреснем. За этим-то что кроется? Нет. Только по-арабски. А почему? Не знают. Не могут ответить. Ответ один, чтобы не знали. Если бы Никон в то время заботился не о том, два лети раза Аллилуйя сказать, а почему нет Евангелия на русском языке? И реформа пошла бы по другому направлению, и революции, может, не было бы. Безбожники росли, семинаристы. И Сталин, и Каганович, все семинаристы были. Даже Гитлер пел в церковном хоре. И вот перед молитвой надо все это иметь, никуда не отходить. Я вот сегодня только начали молиться, а у нас тут умер один слепой был. Голчатников Иван Андреевич. Совершенно слепой. Одни впадины были. Я его близко знал, пищу у него делал. И он умер. И я только сейчас подумал. Стали молиться, и он мне в ум подошел. Я отвлекся от молитвы. Я отвлекся не на плохое. Где он? Почему-то думаешь, что он спасен это. И местами молитвы переставил, местами. Чтобы совсем не отвлекаться ни на что. Ну, мы только думаем, что не отвлекаемся мыслью. То у святых написано, едва ли кто четыре часа может так промолиться. Чтобы совершенно не... А вот так надо молиться. Какая молитва, как она была, угодно ли Богу. Свят, свят, свят Господь Собовок. Вся земля полна славы Его. Добавили и тут молитву у православных. Ну, церковь приняла, и мы принимаем. Начиная молиться, в первую очередь, мы должны добиться, чтобы врата небесной отчизны открылись для нас. Каким способом? Прощением. Главный недостаток молитвы, когда на кого-то что-то имеешь. Или на тебя имеют. Незаконно. Не то надо узнать, в чем дело. Выяснить отношения. На меня очень многие что-то имеют. А что имеют, они не знают. Вот, вчера в интернете посмотрел ужас, сколько роликов против меня составлено. И ни одного, нету истинного. И только один выступает, и говорит, да уже врете все. Вы Бога не боитесь. Этого не было ничего. Там где-то что-то я бросил мощи. Я даже не прикасался никогда. Ах, мощи, такая святыня. Другое там. Где-то я, может, дрался. Я епископа победил. Пальцем не прикасался, только благословлялся. То есть сплошная ложь. А ложь от дьявола. Ну и то, ко всем говорю, не было этого. Совершенно не было. Но находятся люди, которые говорят, вы же врете. Бога не боитесь. Вот для чего у православных существует последний день перед постом, прощенное воскресенье. Бывает день единства, как у американцев. Индия колет. У нас другое. Заколи внутреннего, внешнего, который у тебя этот человек. То есть воображение. Удали. Исторгни. Выбрось все. Открой темницу. Сердце. В своих чувствах ты должен это понять. Ненужный грех должен быть уничтожен. И если вспомнил, положи жертву. Молитва окончилась. Пошел примиряться. А если этого нет? Нету молитвы, не слышно. Прежде, и вот у православных абсолютно правильно сделано. Главное, это молитва. Но пошло не тем путем. Одна молитва. Пришел, отстоял, Слова Божия нет. Нету вообще. И проповеди нету. Вот батюшка говорит, не забывайте, покупайте там, или поминайте, и прочее. Мы, стоя на молитве, должны это как-то применить к себе. Я говорил, надо вести было, если исповедует священник, спросить, считаешь ли Библию на русском языке? И исповедуешь ли Христа перед людьми? Свидетельствуешь ли им? Если этого нет, отложить причастие. Ты должен дать отчет. Почему самая быстро растущая секта, так называемая, свидетели Иеговы? А у них это во главу угла поставлено. У них по часам отчет дают. Если у них это пресвитер называется, хотя по-нашему это никакой не пресвитер, а мальчик. У него должно быть за месяц посещение других квартир где-то не менее, я сейчас не знаю их какой реестр, они меняют. Больше 80. А у нас всем городом, всем православием нет этого, чтобы посетить столько, что архиереи пойдут, патриарх пойдет. У меня близкие отношения были с архиепископом Гедеоном Докукиным. И я его звал. Пойдем, Владыка, пойдем по домам, поедем по другим селам, говорить людям о радости спасения во Христе. Он благодушный был. Ну, показывай, живот-то вот такой вот, вот так поколотил. Игнатий, ну куда ты меня зовешь? Ну посмотри, какой я. Так зачем же так, Владыка? Иди ко мне, поживи у меня месяц. Ты будешь тонкий, звонкий и прозрачный. И пойдем вместе. У нас есть над чем думать православным. Чтобы Господь даровал духовное рождение патриархам, епископам, священникам, пастве. И на молитве мы об этом говорим. 137-й Псалом Славлю тебя всем сердцем моим, перед богами пою тебе, поклоняясь перед святым храмом твоим. И славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я вас звал, ты услышал меня, вселил душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих. И воспоет пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренно увидит, и гордо узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня. Прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек. Дела рук твоих не оставляй. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. И все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня. И полагаешь на мне руку твою. Димно для меня видение твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря. И там рука твоя поведет меня. И удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня. И свет вокруг меня сделаться ночью. Но и тьма не затмит от тебя. И ночь светла, как день. Как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности моей. И соткал меня в очреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости моей. Когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные. Когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже. И как великое число их. Стану ли счислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные. Они говорят против себя нечестиво, суетно и замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не вознушаться восстающими на тебя? Полный ненавистью ненавижу их, враги и не мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань. Изощряют язык свой, как змея, и от аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу, Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего. Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемую нечестивому. Не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся. Да покроют головы окружающих меня зло, собственных уст их. Да падут на них горящие угли. Да будут они повержены в огонь. Пропасти так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителей в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так, праведны будут славить имя Твое, непорочны будут обитать приглицом Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос По Своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси мне благодатью Твою, молю Тебя Ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом Ей многих щедроток и неизреченной милости, ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшийся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих меня Но это вера, да будет выше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и отпечатника славы Твоей вечной И да не похитит меня сатана и не похвалится Слово, что уторг мне от Твоих руки ограды, нулю хочу спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарив Матери Моей Спаду меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил свой тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающему Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа Воседни жизни, ныне всегда, в веки веков Аминь Аминь Святой Ангел, поставь мне охранить мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое Не дав возможности взломать демону, подчинить мне себе пребладание от вас смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения Особенно ангел Божий, хранитель-покровитель бедной души и тела Прости мне все, чем я скорбил Тебя во вседневной жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не поднимать Бога никаким грехом Не молись за меня, Господу Чтобы Он утюдил меня страхи своем И сделал меня рабом, достойной своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица, Моя Богродица Своими святыми и всесильными молитвами Отгонять мне смиренную и несчастную рабату Его Уныние Забвение Неразумие Нерадение Удались скверные, лукавые И хуйный помысл из закаянного сердца И помраченного ума моего И погаси по имени страстей Ибо его Бог в несчастье Избавь мне От многие пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причисти имя Твое славица Во веки вечное Аминь Аминь Молите Бога о нас, святые угодники Божии Игнатия Владимир, Никита, Роман, Надежда Ибо мы усердно к Вам прибегаем К скорым помощникам, молитвникам о душах наших Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария Господь с Тобою Благословен ты в женах И благословен плод, чрева Твоего Яка родила Иси Христа, спаса, избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила Щаснага, жертворящего креста Господня И не оставь меня грешно, и не повалюще на Те Спаси, Господи, люди Твоя И благослови достояния Твои Победа на сопротивные дары И Твоя сохраняя крестом Твоим жительство Спаси, Господи, помилу отца моего духовного Родителя и сродника Благодетель Митрополита Илариона Епископа Ептихи, Вениамина Агафангела, Диамида, Тихона, Антония Священный Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Сергия Василия Иоанна, Михаила Наума, Кирилла Амбрости Вадима Зосима Алипия, Андрея Владимира Максима Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея Епископа Максима, Сергия, Кирилла Венедикта Франциска, Корнилия, Александра, Пастую И весь священнический и иноческий чин И высшие истинные служители и миссионеры Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам И дай нам еще священника, если угодно тебе Смири власти воинства их, наведи страх твой на них И через них сотвори благое от церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра Александра, Эрдогена, Иоанна Чтобы знали они, что над ними есть ты, царь, царствующий Господь, господствующих, дабы издавали мудрые Законы и не преследовали детей твоих Аллилуйя Слава тебе, Господи, за прошедшую ночь Что жизнь нашу продлил и разум сохранил Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши Таланты, дарованные тобою И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров и нечистой силы И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея и Иосифа Романа Прящи добрые жители, знающих тебя, любящих уставы твои, сохрани школу Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктор, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Валентину, Рашид, пределы наших общин И всех побуди на благовестие Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадоих, Валентину, Алексею, Олегу, Валентину, Надежду, Андрею Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, Александра, Александра Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились Кому возвестили слово истины твоей Возри на угрозы врагов и ложьих Доведи страх твой на них И дай им покаяние в этой лжи И в судный день не помяни их безумия и ярости Благослови благодетели наших воздаем добром Елена, Евгения, Евгения, Наталья Максима, Владимира, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея Владимира, Александра, Игоря, Аллилуйя Посети болящих, пошли мы в исцеление Дай силы перенести страдания, укрепи их Дабы никто не возрастал Серебесь, Алексея, Алексея, Анну, Анну, Александру, Александру Фаину, Акелину, Младенца Александрова Неанилу, Марию Ты всех их знаешь, Господи Благодарю тебя за здоровье и за болезни За скорби и радости И во все свое время окажется полезным Слава тебе, Боже наш, слава тебе И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет И научи насценить это мирное время И правители сохранят покушение на них И даруй всем духовное рождение свыше И водительство Духом Святым Это наше сокровище, сайт и форум Сохрани для пользы многих людей И трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гавриева Тимофея, Тимофея, Мартина, обрати нас Благослови сам миру Обрати Александра, Германа Дабы они познали тебя Единого, вечного студию Слава тебе, Боже наш, слава тебе Найди все наше родство Идоки, Валентина, Ирину, Татьяну, Маркунину Ольгу, Елену, Марию, Татьяну Аллилуйя Путешествующих, оралей, собирая Супников Николая, Михаила Ты всех и знаешь Наставь на путь спасения Упокой, Господи, в обителях небесных Усопших отец и братья наших И же с верой и надеждой на воскресение жизни Отошедшая от жизни сия Ибо нет человека, который, живя на земле Не согрешил бы Родители, сродников Всех православных христиан И сотворим вечную память Вечный покой Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешно Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй нас Слава Тебя, наш Бог Егова Авва Отче Свят, свят, свят Господь Савау Вся земля полна славы Ибо Аллилуйя Слава Вышней Богу На земле мир В человеках благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя, Господи, за день Который дал мне веру в Тебя Страх пред Тобой И ожидание Суда Божьего Благодарю за день Который дал мне Святую Библию И указал на толкование Святых Отцов Аллилуйя И вечности воздай добро Марии, Михаила, Анны Всем, кто трудился На возрастание моей души Аллилуйя Будь милостив к нам, Владыка Пресвятая Госпожа Богородица Пресно Дева Мария Матерь Христа Бога нашего Спаси нас молитвами своими Ангел Христов Хранитель мой святой Моли Бога о мне греши Добрый мой ангел Благодарю Тебя Сколько лет Ты хранил душу Молю Спасая от опасностей Видимых и невидимых Не покинев смертный час Когда душа будет разлучаться от тела И проведи душу мою по мытарствам И веди ее навеки В вечное царство Христа Бога нашего Аллилуйя Иоанн Христитель Предтеча Христов Моли Бога о нас Научи нас жить и в бедности, Господи Имея пропитание, одежда Быть благочестивым и довольным И каждому дару жилье Гавриэлу Сергею Господи, сохрани наше сокровище книги Здесь и в пути Аллилуйя Святитель Христов Никола Мир литийский чудотворец В образ скротости и воздержания Добрый архипастырь Моли Бога о нас Аллилуйя Молите Бога о нас Святые пророки Божии Пророк Илья, Елисей, Хинох, Моисей Самуила, Аарон, Иов, Авель, Ной Иосиф, Патриархи Ездраниеми, Амос, Наум Исаия, Иеремия, Варух, Изеки Агей, Сапония, Захария, Малахи Давид, Напан, Данил, Отрохи Пророк Михей Авраам, Исаак, Яков Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою Дабы день прихода твоего нашего отшествия Не застав нас с неготовыми Но чтобы вышли навстречу тебе С горящими светильниками истинной веры И сосудами полными или добрых дел Соделанных в Духе Святом с любовью Аллилуйя Слава тебе, Боже наш, слава тебе Молите Бога о нас Святые ангелы и архангелы Херувимы, Серафимы И все небесные силы К престолу Божию предстоящую И святые апостолы Петр и Павел И евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн Да дарует Господь жажду исследовать Священное Писание и жить по Нему Ибо через Писание мы думаем иметь жизнь вечную А они свидетельствуют о тебе Аллилуйя Молите Бога о нас Святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат и Иерон, Мученик Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Комедийский И Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников Царь Николай, Святое Царское Семейство Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб Молите Бога о нас Дабы никто не принял начертания из веры Антихриста Анфиму, Вениамину дай веры, истину и устраши родителей Заложенное воспитание Аллилуйя Молите Бога о нас Святые Асы Василий Великий, Григорий, Богослов, Ян Затаусов Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский Степан, Пермский, Серафим, Саронский Ян Тобольский, Ян Кронштадский, Ян Шанхайский Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский И все перевозчики Священного Писания Молите Бога о нас Да сохранит нас Господь в святой православной вере А замысел и ретиков Развеи в ничто преврати Аллилуйя Молите Бога о нас Святые Жены и Девы Фекла Первомущин, Сапатина, Самарянина, Феврония Вера, Надежда, Любовь Матерь София, Наталья, Адриан Варвара, Екатерина, Перепетую Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина Мария Магдалина, Мария Египетская Прискила, Акила, Андроника, Юня Киприяна, Устина Да дарует Господь послушание И молчание Саламудри и стыдливость Женам и Девам И сохрани их от всяческого поругания И справь не покорилась Галины, семейства и Евгений Надежды, Надежды, Надежды Светланы, Марии, Раисы, Лариса, Марина, Юлии, Елены, Людмилу Галину и Анну И прими нашу молитву Возьяния рук, как жертву вечерней Благоухания, приятная перед престолом Благодати Твоей, Господи И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, молящихся К Тебе на небе и на земле Услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас Во благо нам И прими нашу молитву о всех Заповедавших нам молиться о них Спаси их и помилуй Аллилуйя Говори, Господи, Владыка Слушай и дослышит рак Твой Благоухания Аминь Доброе утро Сразу садимся Утормоделся Так Сейчас Сергей Ты слышишь меня? Почему-то никого не видно Куда делась-то? Почему? Слышу вас А почему никого не видно? То есть одни только картиночки Не работает что-то? Да все работает Дальше Вот сейчас отключи Вот сейчас пока И потом Надо подключить кто снова Как так сделать-то? Вчера ты то ли ушел, то ли что И никого и не было Мы сейчас будем здесь Озвучивать Занятия, которые были в Потеряевке В те годы Кто желает, может присутствовать Нет, значит нет Мы тут отключим и все Вот Сегодня будет, сейчас скажу Большая дерзость и дерзновение 84 85 Это А их всего 123 Вы можете сами отключаться И сами подключаться В группу спокойно Ну можешь нас отключить сейчас В данный момент Вы сами отключайтесь И сами подключайтесь Что говорят Мы можем это сами делать Да Я могу сам сделать Отключить И подключить Вот так вот Подключить, как я не знаю Расскажи Ну как, рассказывай Никита слушает Ну вот на группу На эту нажимаешь Утренняя совместная молитва Правой кнопкой И там Вернее там Она группа-то Никуда не денется Ты отключишь А эта Точка останется Потом на зелененькую кнопочку Нажмешь Попробуй Ты сначала отключи Красную кнопку Нажимай Нажать?